Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. В Черкесске ночью дождь, днем небольшой, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем 16-18 градусов тепла. В Черкесске прошла практическая сессия на тему промышленные парки, технопарки, как инструмент инвестиционной привлекательности региона. В ней участвовали представители правительства, депутаты Народного собрания, приглашенные гости. Перед собравшимися выступил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особой экономической зоны России Андрей Шпиленко. Он рассказал о существующих мерах государственной поддержки, преимуществах строительства технопарков на территории региона. Ответил на интересующие вопросы. Главная цель промышленных технопарков – освоение выпуска промышленной продукции и снижение издержек за счет имеющейся инфраструктуры. По результату нашей работы нам необходимо сделать дорожную карту, как мы дальше будем идти. Сегодня я бы хотел услышать, какие меры поддержки на сегодняшний день в России существуют, что мы можем использовать как инструмент и больше уйти от совещания, а чтобы была такая практическая работа, которая приведет к нас результат. И в то же время, когда у нас будет понимание по дорожной карте, что вы вместе с нами, с своей командой прорабатывали тот вопрос по полной реализации данного проекта. Чем привлекательны промышленные парки, чем они привлекательны? Тем, что это готовая площадка с готовой инфраструктурой, и предприятию остается только прийти со своим оборудованием и уже начинать производить. То есть он экономит на запуске производства, экономит на затратах всего того, что ему не надо закупать площадь, землю, не надо строить корпуса, не надо строить инфраструктуру, потому что это все уже сделано за него. С недавних пор у нас в республике работает Совет отцов. Чем этот совет занимается? Что из себя представляет Национальный центр помощи пропавшим детям? Каков процент потерявшихся и найденных людей? А также, как сегодня организована работа поисково-спасательного отряда добровольцев Карачева-Черкесии? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит человек, который связан со всеми этими организациями, руководитель Кавказа и председатель Совета отцов республики Али Байрамкулов. Доброе утро всем. Доброе утро, Али. Здравствуйте. Конечно, я очень рада видеть вас у нас в гостях, потому что вы человек такой занятой, и вы занимаетесь таким благородным делом, о котором мы много раз говорили, это поиск людей. Конечно, сегодня мы об этом тоже, естественно, поговорим, про поиск детей, про поиск людей. Но с чего бы я хотела наш разговор начать? Значит, совсем недавно вы стали председателем Совета отцов в Карачаево-Черкесии. Что это за организация? Какая у вас основная деятельность? Чем вы занимаетесь? Расскажите, это действительно очень интересно. Спасибо большое. Рад тоже очень вас видеть. К сожалению, не всегда предоставляется возможность приезжать к вам в студию. По совету отцов мы занимаемся поиском без вести пропавших людей с 2019 года в формате поисково-спасательного отряда. И 30% наших поисков это, к сожалению, дети. Очень много вопросов, очень много проблем назначили меня на должность председателя Совета отцов. Совет отцов занимается у нас... Деятельность многообразна. В первую очередь это профилактика правонарушения преступлений, выработка стратегии развития молодежи. Какие-нибудь конкретные задачи, которые наступают в процессе работы. В процессе работы мы выявляем проблемы и проблемы эти стараемся решать в формате Совета отцов. Рекомендации органам государственной власти. Мы только начали работать, планов у нас много, но уже на данный момент успели провести с марта месяца несколько профилактических мероприятий по школам Карачаева Черкесии. Также при выявлении каких-либо конкретных проблем, допустим, обнаруживаем, что семья нуждается в какой-либо помощи, или ребенок находится в неблагополучной семье. Стараемся принимать меры и решаем их на самом высоком уровне. Кто входит в состав Совета отцов? Кто с вами работает? На данный момент у нас 35 членов в Совете. Это совершенно разные люди. Это и бывшие сотрудники, это и директора школ, это и учителя, это и механизаторы. Как они приходят к вам? Это люди с большим сердцем, желанием творить добро. Любой может? Абсолютно любой человек может стать членом нашей организации. Вы базируетесь в Черкесске? Да. А скажите, много ли у нас вот таких неблагополучных детей? По большей части, я так понимаю, работа идет с детьми. Да, конечно, мы работаем, выявляем. В процентном соотношении в нашей республике неблагополучных семей гораздо-гораздо меньше, чем в других регионах. Но, несмотря на это, как бы работу надо работать, и мы это делаем. Вот вы узнаете, что неблагополучная семья, ребенок страдает. Как конкретно вы можете им помочь? А если семья, ребенка нуждается в каком-нибудь финансовой помощи, продуктовой, лекарственной, то мы через благотворительные фонды, огромное, кстати, спасибо благотворительным фондам, и Ансарам, и Самире, и территория милосердия, и Ихсан, все-все фонды, счастливое детство огромную тоже помощь оказывает. Мы через эти фонды, ОСМВД вообще у нас самый лучший другой союзник, оказываем помощь. И благодаря нашей помощи семья получает не еду, а ложку, получает возможность дальше решать свои проблемы. Но я вот говорю даже не столько о семье, сколько о конкретном ребенке. Родители пьют, ну или что-то еще. Как вы помогаете этому ребеночку? Ну, знаете, какого-то конкретного, к сожалению, решения этой проблемы нет. Можно, конечно, изъять ребенка из семьи, можно отправить ребенка в специализированные учреждения, но это не решение проблемы. Мы все-таки стараемся разговаривать с родителями, все-таки стараемся находить какой-нибудь с ними общий язык. И делаем так, чтобы ребенок оставался в семье, но семья, родители перестали злоупотреблять спиртными напитками. Как к вам можно обратиться? Как люди узнают про вас, кто нуждается в помощи? Смотрите, можете мой телефон в титрах пропустить, 928-825-4353. Можете также через уполномоченного по правам ребенка. Совет отцов работает при уполномоченном по правам ребенка. Наталья Александровна Бондаренко. Вы сотрудничаете? Мы не то, что сотрудничаем, мы при ней. Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка. Ну, еще знаете, о чем я хочу поговорить? Вот вы стали представителем Национального центра помощи пропавшим детям. Тут тоже хотелось бы о вашей деятельности поговорить. Они как-то связаны между собой? Вот ПСОТ, Кавказ и вот этот центр? На данный момент поисково-спасательный отряд добровольцев Карачаева, Черкесии и Кавказ является представителем Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Мы с ними давно работаем. Сейчас даже не могу вспомнить. По-моему, в начале 2020 года мы с ними начали работать. Это представительство в Карачаево-Черкесии? Да, в начале 2020 года мы с ними начали работать. Они нам оказали очень большую методическую помощь при поиске детей в весне. Если помните, в 2020 году у нас был резонансный страшный поиск. Вот они тогда уже нам оказывали помощь, сотрудничали с ними. И вот в этом году в начале получается представлять их интересы здесь, на территории Карачаева-Черкесии. Организация занимается, исходя из названия, оказанием помощи детям. В каком формате помощь оказывается? Это прежде всего профилактическая работа. Прежде всего профилактическая. Самый лучший поиск – это тот поиск, который не состоялся. Но если все-таки поиск произошел, то тут национальные центры, как и другие поисково-спасательные отряды, начинают искать потерявшегося без вести ребенка. Очень большую работу ребята проводят. Огроменная и колоссальная работа. Объем просто представить сложно. Это самая актуальная и самая страшная, и в то же время самая нужная работа. Тут я знаю, что у вас есть и вот эта акция «Безопасный интернет». Лига безопасного интернета, да. Есть у нас организация «Лига безопасного интернета». Тоже работа у нас направлена на помощь детям, на нерастространение недостоверной информации, на уничтожение контента, который может повредить сознанию ребенка. Очень большую работу «Лига» провела во время коронавируса, во время пандемии коронавируса. И также вот сейчас, с начала военной операции, очень много фейковой недостоверной информации начало нам через различные средства массовой информации, в первую очередь через интернет, поступать. Более 70 тысяч, вы сказали. Мы обнаружили, только вот получается за короткий период, 72 тысячи, обнаружили и опровергли. Это колоссальная работа. Это за 2021 год, и с начала вот этого года более 30 тысяч фейковой информации. 30 тысяч за этот отрезочек. И только не с января, а грубо говоря, с начала военной операции, с 24 февраля, вот получается, по сегодняшний день, за эти несколько месяцев, нами было выявлено и отработано более 30 тысяч сообщений, содержащие недостоверную информацию. Алина, вот сейчас я не буду говорить о том случае, который произошел в Сибирде, да? И бывают такие случаи, к сожалению, к огромному сожалению. Это, наверное, все-таки интернет. Вот. Затуманенное сознание. Конечно, к сожалению, интернет, он, как сказать, интернет – это само по себе интернет к орудии, да? То есть лопата, да, та же самая. Лопатой можно убить, можно вскопать картошку. А вот та информация, которая к нашим детям приходит через интернет, это, во-первых, откликает ребенка. Во-вторых, заставляет ценности какие-то другие, получается. Смещаются, конечно. А ребенок теряет ориентиры. Ребенок, есть вот так называемый эффект аватара, когда ребенок находит себе комфортную среду в социальной сети, он живет в этой социальной сети, он живет в этой комфортной среде, и ему очень не хочется с этой комфортной среды выходить. Наверное, только у вас я могу спросить, как с этим бороться? Особенно, если это подросток. Я, как родитель, ограничиваю доступ к телефону, ограничиваю доступ к социальным сетям, к интернету. К сожалению, запреты, они тоже работают топоры до времени. На данный момент это единственная, получается, возможность хоть как-нибудь обезопасить ребенка. Нельзя полностью запретить ребенку пользоваться интернетом. Ребенок должен получать знания. Интернет – это как огромная библиотека. То есть каждые пять минут надо проверять? Ну, можно пять, можно через каждые десять, можно каждую минуту, можно над душой просто стоять и смотреть. Тут все зависит от того, какая есть динамика. Вот представьте себе огромную библиотеку. В этой библиотеке находится и экстремистическая литература, в этой библиотеке находится и порнография, в этой библиотеке находятся и какие-нибудь хорошие произведения, которые могут принести пользу. Да, насилие, все что угодно. Да, то есть от хорошего до плохого. Но, к сожалению, таким образом устроена система работы социальных сетей, что они сажают нас на дофаминовую зависимость. И возникает у человека зависимость, человек уже просто перестает адекватно соображать. Но если мы, взрослые, как-то можем себя остановить, а детям, подросткам в частности, это очень сложно. Я даже взрослых знаю, у которых практически полночи до 2-3 часов ночи могут сидеть в телефоне. Запрещенные сейчас сети Инстаграм, в том числе ВКонтакте, в других социальных сетях. До 2-3 часов ночи он с работы приходит, часов 9-11 до дома, и пока покушает туда-сюда, садится за телефон, и вот до 2-3 часов ночи благополучно в этом телефоне, получается, работает. Просыпается часов 5-6, идет на работу, и вот эти несколько часов, в которые он смог поспать. Взрослый человек же он как-то может еще отсеять, а с детьми сложнее. Критическое мышление, конечно, у взрослого человека присутствует больше, но тоже оставляет желать лучшего. Вообще у нас все проблемы от отсутствия критического мышления. Мы, к сожалению, не можем досконально... Нет у нас какого-то базиса, чтобы проверять досконально эту информацию, которая к нам поступает. И мы, как ФОМА, получается, это абсолютно на любую информацию реагируем выбросом дефамина. И эти выбросы дефаминовые, получается, заставляют нас потом становиться заложниками. Интернет-озависимые мы становимся. Можно, конечно, сейчас, я же как на форуме даже предлагал вырубить интернет, но, к сожалению, это не выход. Вырубить, но даже в советское время наши родители слушали... Сопрещенные пластинки и так далее. Да, 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 пластинки слушали, радио нет, нет, бывало, проскакивало. От ними запретами тут не обойдешься. Тут надо думать, наверное, о создании собственного... Это когда вы с Собчак спорили? Да, было дело, да. Наверное, надо тут создать свою платформу, развивать свою платформу. И на своей платформе уже, с учетом интересов государства, развивать общество. На чужой платформе, получается, на их площадке станцевать лесгинку не получается. Это точно. Мы тут должны понимать, что это наша самая приоритетная задача. Воспитание детей – наша самая приоритетная задача. И все средства, все силы должны быть прошены именно на это. Именно на это? Да. Согласна с вами абсолютно. Цель любого поиска – это, конечно, положительный результат, найден, жив. Когда ты это видишь, конечно, ты радуешься. Каков процент? Ой, ну, слава богу, опять-таки, Карачаева, Черкесия впереди, планеты всей. В хорошем понимании этого слова. Аллахаш Курла – самый благополучный регион. На данный момент у нас практически 95% поисков заканчиваются заветным НЖ – найден, жив. И только 5% найден, погиб, или мы пока еще не смогли найти. Не нашли. Да. Хоть вы и говорили, что про обсот Кавказ не надо говорить, что он в рекламе и не нуждается, я не могу не спросить об этом айсберге, который столько жизней уже спас. Как там дела обстоят? Ну, вот я же поэтому и просил вас не говорить про обсот, потому что дела обстоят отлично. Аллахаш Курла – команда добровольцев, очень большую… Волонтеры. Да, работу. У нас несколько направлений, и каждое направление двигается, развивается. Очень большое развитие сейчас получило направление «Благердел». Если получится, дай бог, в течение следующего месяца мы хотим с вашей тезкой Белой прийти к вам в гости. А Белая является руководителем направления «Профилактика». И только вот с начала марта по… значит, с конца февраля по май мы смогли отработать практически все школы Черкесска. Еще успели выехать в районы Дегучинский, Зеленчуковский, Урупский районы. Сейчас вот планируем в Кумало-Карачаевский район поехать. Недавно были в Адыгихабельском районе, в Ногайский район ездили. Это вот получается с конца февраля по… Вот по сегодняшний день. По сегодняшний день, да, по 12-й, по сегодняшний день. А также очень большую работу проводим у нас в направлении «Благердел». Направление занимается оказанием помощи людям, которые оказались в сложной ситуации. Сборами мы сами не занимаемся. Мы, как правило, используем базис, который есть у благотворительных фондов. Сегодня во всех школах прозвенит последний звонок. У тысяч российских выпускников сегодня светлый и в то же время грустный праздник – прощание со школой. Для старшеклассников завершаются привычные будни и начинаются экзамены. В этот день у всех присутствуют волнение, радость, грусть. Но школьные годы чудесные, навсегда останутся в памяти девчонок и мальчишек, их родителей, учителей. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Туши костры, убирай мусор. Пожар легче не допустить, чем тушить. При обнаружении пожара звони. 8800 100 ровно 94-00.